К другим темам. Сильные снегопады в Дагестане, которые начались еще накануне, продлятся до 31 января. Об этом сообщает МЧС Республики. По данным ведомства, возможны сильные метели и гололед. Не исключены перебои с обеспечением электроэнергии и водой. В горных районах лавина опасна. МЧС Республики просит граждан не выходить и не уезжать на улицы города без особой нужды. В случае экстренных ситуаций можно обращаться по телефону 01 или 39 99 99. Большинство махачкалинцев прошлым утром были врасплох встречены обильным снегопадом. Город Читанные Часы покрылся снежным ковром, а на дорогах образовался гололед. От этого многие опоздали на работу в университет в школу. Также было отмечено большое число мелких ДТП. Многие из водителей пренебрегли мерами безопасности, не переобувь свои автомобили. Хотя порой не спасала и зимняя резина. По поручению главы Дагестана была оперативно создана комиссия, которой поручили разобраться в этом деле. Многие жаловались, что коммунальные службы города бездействуют. Было такое ощущение, как будто все, кто должен заниматься чисткой города, они улетели в космос, народ остался здесь внизу. Я в течение часа добирался с Орджоникиевской улицы на работу в течение часа. Почему так получилось? С раннего утра помощники, это главы города, заместители объезжали весь город. Действительно, были проблемы в утренние часы. В утренние часы до какого часа были проблемы? Где-то до 10 часов дня были проблемы. Это не утро, не утро, это уже почти обед. Вот нет. Обед надо начать чуть позже у нас. А в 10 часов дня? Если вы были предупреждены, если у вас было экстренное совещание, тогда, когда снег у вас круглый год не бывает, 29 января выпал снег, экстренное совещание. После этого, наверное, если надо было выезжать в 7 часов утра, в 6 часов утра со службой. А почему вы начали с 10 часов утра? Нет, нет, нет. Мы не в 10 часов утра. Службы начали работать. Те, которые 10 техники по засыпке пестел, городские улицы, центральные, да? Где подъемы, где перекрестки, светофорные. Они-то начали заспать с 3 часов ночи. Также чиновник заверил, что вся техника вышла на улицы города. И никаких накладок не было. Чтобы убедиться в его словах, было решено проверить ее состояние. Директор Махачкалинского комбината благоустройства Алимхан Ахмед Пашаев пояснил, что на данный момент задействованы 24 единицы спецтехники. А при более сложных погодных условиях надо будет привлекать резерв. У города на сегодня есть такие возможности. Когда чрезвычайные ситуации бывают, чрезвычайные ситуации, это очень сильные, значит, снегопады. На чрезвычайные ситуации город, администрация города, управление ЖКХ имеет мобилизационный план. В этом мобилизационном плане расписано, какие предприятия, организации и некоторые частные лица могут быть задействованы. С ними устные договорные отношения тоже есть. Дальше будет похолодание, правильно? Правильно, звездное. Обещают синоптики. Синоптики обещают. Обещают температуру минусовую, хорошую минусовую температуру обещают. Ваши действия, как горожане, что ждать горожанам от ваших действий? Завтра же опять по часам опаздывать на работу? Вся техника, которая у нас имеется, 22 единицы, с двух, трех часов ночи здесь дежурят водители. Дежурные мастера, главный инженер вот здесь ночуют. Я здесь бываю, вчера тоже здесь был. Все будут задействованы. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится как минимум до конца недели. Представители коммунальных служб в свою очередь пообещали, что работа по уборке дорог от гололеда будет продумана в усиленном режиме и беспокоиться будет не о чем.